Николай Лейкин. Благотворительница. Читает Геннадий Постригайло. Гербовая карета остановилась около деревянного покачнувшегося забора с полуразрушенными воротами. Рослый ливрейный лакей соскочил с козел и отворил дверцы кареты. — Здесь, ваше превосходительство, пожалуйте, — сказал он, сидящий в карете пожилой даме, закутанной в бархатную ротонду на песцовом меху. — Дом номер шестьдесят два, — послышалось из кареты. — Точно так-с. — Куда же я? Ты прежде расспроси дворника. Чиновник Перемычкин. Отставной он. Две дочери и жена больная. Лакей захлопнул дверцы кареты. У ворот виднелась ручка от звонка, очевидно, к дворнику. Он дернул за ручку и вытянул аршина полтора проволоки. Звонок не звонил. Между тем дама спустила стекло у кареты и смотрела. — И звонка нет, ваше превосходительство, — сказал Лакей. — Ты во двор войди и там разыщи дворника. В калитке показалась баба с глиняным кувшином. — Послушай, тетка, где бы мне дворник разыскать? — обратился к ней Лакей. — Дворник. Дворник пошел к портному жильца вязать. Жилец там напил с пьяной и бунтует. — Не знаешь ли ты, милая, где тут чиновник Перемычкин живет? — спросила бабу-дама. — А вам зачем его? Ежели муску для танцев играть, то у него скрипка в закладе, и он теперь без скрипки сидит. — Не нужно мне его скрипки. Я приехала помочь ему. Он бедный и просит. — В таком разе идите вон туда, в самый зад, за помойную яму. Увидите рогожную дверь, тут и живет Стрюцкий. Мы его Стрюцким зовем. — Мерси, милая. Скажи, пожалуйста, ты его хорошо знаешь? — Стрюцкого-то, Господи Иисусе, он у нас комнату снимал, да денег не платил. Так вот мы его и прогнали. Мы прачки. Сами люди бедные. — Еще один вопрос, милая. Он не пьющий? Не пьет? — Когда деньги есть. Отчего ж не пить? Нет, пьет, когда деньги есть. А теперь даже и скрипку пропил. Так на что ж пить-то? — Ах, так он пьяница. — Пьет, как все пьют. Вот когда у него скрипка, он больше пьет, потому которые, ежели приглашают его для игры, то те и подносят. — Павлин, отвори дверцы и проводи меня к нему, — сказала дама лакею. Лакей распахнул дверцу и высадил барыню. Баба разъянула рот и смотрела на даму. — И ежели вы, сударыня, деньги бедным раздаете, то и я бедная. Ребеночек у меня махонький годовалый и девочка по третьему году, — сказала она. — Ты, милая прачка, ты можешь заработать. — Так ведь и он писарь, а кроме того на скрипке по свадьбам да по трактирам играет. — Мы хошепрачки, а какие наши доходы? Вот недавно стирал-стирал она одного капитана, а он взаместо денег в шею выгнал. Явите, ваше благородие, божескую милость. — Если ты бедна, подай прошение в наш комитет. Подай. Мы обсудим. Я приеду и наведу тебе справки. Если ты достойна... — Слушаюсь. А где этот комитет-то? — Дама подала карточку. — Вот здесь написан адрес и титул нашего комитета, — сказала она. — Подай прошение. — Павлин, подержи меня под руку. Очень скользко. Лакей подскочил к даме. Дама хотела войти в калетку, но в это время из калетки выскочила свинья. Дама взвизгнула, попятилась и сказала. — Нет, я не пойду на двор. Тут свиньи. Может быть, есть и бешеные лошади? Посади меня обратно в карету и вызови ко мне дворника. — Да вот, ваше превосходительство, дворник. За калетку вышел мужик в полосатой фуфайке и переднике. Сзади него шел городовой. Мужик показывал городовому расцарапанную руку и говорил. — Эв, как он меня рассадил! Это ведь зубами, как собака впился, когда ему его ввязать-то начали. — Послушай, любезный, ты дворник, — обратилась к мужику дама. — Дворник-с, а вы здешний дом купить желаете? — Нет, мне нужно добыть кое-какие сведения о чиновнике Перемычкине. Он просит о пособии. Перемычкин. — Знаю-с, музыкант по-нашему, только уж теперь-чь он не музыкант, потому скрипк пропил. — Пропил? Стало быть, он горький пьяница? — Да не то, чтоб горький, а когда деньги есть или вещи какие, всегда пьян. — Несчастный. Но а как же дети-то? Ведь у него две дочери, он дочерей содержит. — Это вы про халт-то? Действительно. — Павлин, скажи ему, чтоб он не смел таких слов, — отдала приказ дама Лакею. — Ты, мужик, не смей таких слов, будь вежливее. Перед тобой генеральша, ты это чувствуй. Дворник снял шапку и пробормотал. — Так, коль, если они спрашивают, то обязан же я. — Ну, довольно, довольно. Так как же эти дочери? — Так не он их содержит, а они его содержат и дают ему на вино. — Ах, вот как! Стало быть, взрослые. И чем же они занимаются? — Да как вам сказать? Ведь вот опять обидитесь, коль скажу. — Нет-нет, воздержись. Павлин, спроси у него. — Позвольте, ну, будем говорить так. Просто они по трактирам. — Понимаю, понимаю. — Или по преспекту. — Довольно. — Одно слово, гулящие. Что выручит, то... — Павлин, скажи ему, чтобы он замолчал. — Деревня, генеральша просит тебя замолчать, а ты понятия не имеешь. Тебе сказано. — Да ведь и сами о ней расспрашивать начали. — Павлин, посади меня в карету, я домой. — Пожалуйте, ваше превосходительство. — Дворник подошел к карете и говорил садившейся в нее даме. — А теперь, если для него скрипку выручить, то он музыкант хороший. Он для всякого бала, может, чудесно. Хоть и для купцов, хоть и для господ. Он и всех распотешит. Дама не слушала. — Домой прикажете? — спросил лакей. — Домой. Дверца захлопнута, лакей вскочил на козлы, карета помчалась. БОЛЬШИЕ МИЛЛИОНЫ К подъезду государственного банка кровный тысячный рысак подвез расчесанную рыжую бороду, дорогую вильковую шубу и соболью шапку. Кучер осадил рысака, и борода, шуба и шапка, откинув медвежью полость, вышли из саней, надменно и гордо, сделав кучеру какой-то знак рукой, украшенный бриллиантовыми перстнями. — Слушаюсь, Захар Парфенович, — отвечал кучер и спросил, — ежели долго в здешнем месте пробыть изволите, то я рысака-то ковром прикрою, потому взаплевший очень. Эва мыл-то сколько, а теперь стужа. Борода, шуба и шапка утвердительно кивнули головой и, выпилив брюхо вперед, важно направились в подъезд. На сцену эту в удивлении смотрели стоящие около банка извозчики. Когда кучер отъехал в сторону, они обступили его и стали расспрашивать о хозяине. — Это кто ж такой? — спросил извозчик. — Богатейший купец по подрядной части Захар Парфенович Самоглотов, — отвечал кучер. — То-то, птицу-то видно по полету. Не мой он из себя, что ли? — Нет. А что? — Да вот мы к тому, что он ничего не говорит, а только руками показывает. — А он у нас завсегда так. Богат очень, так вот от того. Большущие миллионы у него. — И ни с кем не разговаривает? — С равными разговаривает, а с домашними и с прислугой больше руками да головой. — Ха! Вот чудак-то! — дивились извозчики. — И давно так? — Больше после войны, потому у него тут подряд чудесный был с неустойкой от казны. Но совсем настоящего разговора он лишился с тех пор, как у него завод сгорел, а это тому месяцев пять будет, — рассказывал славоохотливый кучер, покрывая рысака ковром. — С перепугу у него, верно, словесность пропала? — Да какое с перепугу? Просто от того, что он уж очень много денег за пожар получил. — Пожар? Скажи на милость. Кому разорение, а кому богатство? — Сильно с пожара в гору поднялся. Теперь никому его рукой не достать. Да что ему? Орденов разных у него, как у генерала. Архиерии в гость приезжают, мундир весь шит и золотом. И только каски этой самой с пером нет. Вот он все в молчанку и играет. Дом у него словно дворец. Везде купидоны да диваны с золотом. Целый день бродит по комнатам, в зеркала смотрится. То на одном диване полежит, то на другом, то на третьем, и все молча. Халат у него атласный, на белом меху и с хвостиками. Стакан, из которого чай пьет, золотой. Кровать под булдахином. — И то есть ни с кем не разговаривает? — А дом почитай, что ни с кем. Ну, только разве одно слово? Разрешение бывает только тогда, когда ему ругаться захочется. Тут уж словно что польется. Видал ты, как плотина прорывает? Ну, так вот так. И какой голос зычный. Что твоя труба? — А как же он домашних или прислугу к себе зовет? — А с первоначала звал звонками. Колокольчики по всей квартире у нас устроены. Да плохо понимали его и сбегались к нему все вдруг. Так теперь завел инструменты. Ну, ими и зовет, кого ему нужно. — Какие это инструменты? — допытывались извозчики. — А, всякие. Для комардина у него труба. Как понадобится комардин сразу в трубу. Для артильщика свисток. Вот что городовые носят. Для жены гармония заведена. Для сына дудка. А ежели приказчика ему понадобится, то сейчас это возьмет и завертит у себя в кабинете орган. Гудит орган, но приказчик со всех ног и бежит к нему. Вот так купец. Уму помраченье. И мы с первоначалу диву давались. Да уж теперь попривыкли. Согласился кучер. И каждая музыка у него на голоса. Ежели понадобится ему шампанского в кабинет, сейчас он комардину из трубы тонкий глаз пускает. А ежели ложь приказать кучеру закладать, толстый. Одеваться ему понадобится переборы на трубе. Так уж комардин и знает. Для повара бубен у него есть. Как обед или ужин заказывать, сейчас повара в бубен зовет. И заказ без слов. Сунет ему в руки записку и довольна. На гармонии-то он посредственно играет. Еще в старый год на заводь привык. Так жена кое-как его понимает по песням. А другие так просто наказание. Чего-то хочет, а понять невозможно. Ну и сердится. Жена все в будуаре сидит. Там у нее и отдельный самовар, и ваза серебряная со сластями поставлена. Как-то время косну, и сейчас он ей из кабинета на гармонии такую песню. «Ты пойди, моя коровушка, домой». Ну, она сейчас плывет в спальню. К обеду кричат песней. «Братья, рюмки наливайте». Сын долго привыкнуть не мог, чтоб на дудку идти. Так он у него этой самой шерсти столько из головы повытаскал, что просто страсть. Артельщик наш тоже вот всю свою науку понять не может, потому уж очень много сигналов. Один свисток, значит, в банк беги. Два свистка, деньги давай. Потом три, четыре, пять. Два свистка с большой передышкой. Стал записывать, а хозяин вдруг ни с того ни с сего и переменил свистки. Сказать артельщик боится, но и действует наугад. Иной раз шесть попыток сделает, пока ему в настоящую жилу попадет. А тот молчит, злится и все сигналы подает. «И так ни с кем дома и не разговаривают?» Опять спросили извозчики. «С попугаем разговаривает. И то потому, что он не человек, а птица. Есть у нас в гостиной попугай ученый. Так вот с ним. Подойдет и скажет. «Здравствуй, попка!» А тот ему в ответ. «Именитому купцу почет!» Тем и сыт насчет словесности. «Так ведь скучно так же. Книжку он, что ли, читает?» Никакой. А у него есть лист такой, на котором обозначено, какие процентные билеты почем. Вот он его и читает. Разговор у него бывает только в то время, когда у него гости равны ему. «Три листов, миллионер, архиерей, генерал Тутохин. Прежде хоть с протопопом нашим разговаривал, а теперь уж месяца два как перестал. Придет протопоп и говорит, а он сидит против него и молчит. Теперь-ча сколько народу ему кланяется по дороге, а он ни перед кем и шапки не ломает. Сидит, как сова без внимания, и будто никого не видит. Вот она, гордость-то». «Ну, а как же он тебе-то приказывает, куда ему ехать надо?» «А никак. Выйдет из подъезда, сядет в экипаж и ткнет меня кулаком в загривок. Это значит, прям поезжай. Назад повернуть, так два раза ткнет. Направо, так в правое плечо, налево в левое. Ведь до чего в своем головоломном павлинстве дошел. Ехали мы как-то около Казанского собора, а навстречу нам солдаты шли, да и заиграя в это время музыку. Так он вообразил, что это ему, и что ж ты думаешь, поднял рук по военному около шапки и держит. Барабан теперь хочет у себя дом завести. И такой манер, что, как он сам в прихожую входит, так чтоб в барабан били». В это время на подъезде опять появились расчесанная борода, ильковая шуба и соболья шапка. Кучер встрепенулся. Извозчики стащили с рысака ковер и положили в сани. Кучер подъехал. Борода, шуба и шапка сели в сани и ткнули кучера рукой в спину. Рысак помчался. Извозчики глядели вслед и говорили, качая головами, «Скажи на милость, какая бессловесная тварь!» В приемной благодетеля Приемная именитого и богатого купца, вышедшего в генералы. Кроме ясеневых скамеек, мебели никакой. На стенах, над скамейками, литографированные и раскрашенные картины, изображающие фортуну на колесе и церемонию перенесения мощей Тихона Задонского, а также два портрета масляными красками, самого и самой, снятые в молодости. Сам в сибирке, с медалью на шее и счетами в руках, и сама в ковровом платке, с косынкой на голове, повязанной по-купечески и в длинных бриллиантовых серьгах. В руках у самой носовой платок, свернутый в трубочку. На скамейках сидят разные солопницы, оборванцы с одутловатыми лицами, отставной военный, в засаленном мундире, с красным воротником и с фуражкой с кокардой в руках. Женщина все больше старухи, но есть одна из средних лет, с бедно одетыми мальчиком и девочкой, которым она нашептывает разные наставления. Из мужчин есть убогие, с подвязанным глазом, с рукой в тряпице и на перевязи, один даже на костыле. Все это просители, ожидающие выхода благодетеля. Некоторые держат в руках свидетельство о бедности. Тихо, в комнате идет шепот. Соскучившиеся сидят, встают и любуются на громадную икону Николая Чудотворца, старого письма в массивном серебряном окладе, висящую в углу, или рассматривают портреты. По приемной шмыгают артельщики в длиннополых сюртуках и проникают в дверь с надписью «Контора», откуда раздается звяканье на счетах. Из передней выглядывает ундир с нашивками на рукаве, приставленный к вешалке. Утро — Скоро, сами-то выйдут, останавливает артельщика, старушка в полинявшем капоте. — Имейте терпение, когда-нибудь да выйдут, ведь вы не деньги принесли, а за карманной выгрузкой пришли, ну, значит, и подождете, отрезывает артельщик. — А тебе чего? Опять прилез? Обращается он к бледному и изнуренному парню в армике и на костыле. — Ведь тебе было отпущено пять ссылковых, ну и нечего шляться. Иди по добру-поздорову. — По добру-поздорову, стонет тот, ведь я на ваших же работах ногу повредил. Сам знаешь, работать не могу, в больницу опять не берут. Чем тут жить-то? Пять-то рублей он мне еще в прошлом месяце дал. Какой я теперь слесарь в своем количестве? — За количество тебе и дано. Не век же тебя содержать. Иди, иди с Богом, не проедайся. Позволь подождать, земляк. Может, хоть двугривенечек, ну, ей-ей, на хлеб. Сам видишь, какой я, упрашивает парень на костыле. — Эх, народ тоже. Думаешь, что у него только и делов, что ты? У нас, может, целые сотни народа на наших работах повреждения себе получили. Так неужто ему всех и отделять? Ну, сиди. Артельщик машет рукой и хочет еркнуть в контору, но ему заграждает путь отставной военный. — Скоро их превосходительство Кузьма Йоныч выйдут? — спрашивает он. — Подождать надо. Сейчас только в столовую в халате вышли и чаем заправляются. — Это в одиннадцатом-то часу. Эк его. От того и жирен. — Пустите. Что же вы мне дорогу-то заградили? Стоите, словно застава какая. Отстраняет его артельщик. Военный грозит ему пальцем. — Осторожнее, любезный. Я с вашим братом не люблю фамильярности. — А нам ее и не нужно. Ваша при вас и останется. А только пустите. У нас тоже дела. Мы лодорничеством не занимаемся. — гречится уже артельщик и проскальзывает в дверь конторы. — Скотина! Сквозь зубы произносит ему вслед военный. В комнате слышен громкий вздох. Какая-то женщина с подвязанной щекой умильно смотрит на висящий на стене портрет купца и в полголоса говорит своей соседке. И этот портрет с них давно очень снят, когда еще они в люди вышедшие не были, а простым десятником состояли. То есть, господи, как это человек! Было время, лаптем щи хлебал, жена сама ему лапшу на слоне не стряпала, а теперь, иначе, как на серебряной тарелке, и не ест. Дача у него, матушка, так уму помраченье, словно рай земной. И, как он только перед обедом водку пить начнет, сейчас и в пушку палят. Орган у него в гостиной, и такой романец играет, что славься, славься, Кузьма Иоаннович. Нарочно сочинители сочинили. Страсть богат, три миллиона сказывают. Эх, сморозило, десять! Поправляет ее одутловатое физиономия с зачесом на голове, в черном сюртуке без признаков белья и с засаленной голубой ленточкой в петлице. Станет он тремя миллионами, Марац! Далеко за пятнадцать будет, вмешивается в разговор военный. У него у шельмы одни заводы три миллиона стоят. И чего только на них не делают. И керосин, и человечью шерсть перебивают, собольями хаткут, шкуры делают, а обрезки в бумагу превращают. — Да поди ж ты, — прибавляет женщина с подвязанной скулой. — И генерал вот, и при этом богатстве, а супруга, невзирая на свое богатство, по старой памяти, по фунту подсолнахов и кедровых орехов в день грызет. — Ну так что ж, не полуимпериалу же ей грызть. — Зачем полуимпериалы? А только можно было бы конфектами забавляться, а то так шоколад. Да ежели она и четыре ананаса в день. — Богатый-то люди хуже. Ест, ест, стерлить живую, вдруг трески и захочется. Кто в каком звании рожден, он этот, жит у Казанского моста, тоже миллионер, поцелковому простому посетителю дает, чиновному зеленую, и вдруг ни с того ни с сего вместо фрикассе чеснок жевать начнет. Из конторы выходит другой артельщик. — Скоро, сам-то, — пристают к нему. — Потерпеть маленько. Давя я был наверху, так коммердин сказывал, что сапоги натянули. Снисходительно отвечает артельщик и идет в прихожину. — Вот тоже насчет сапогов, замечает чиновник. — При сынишке у него француз-гувернер, девочка-англичанка на трех языках воспитывает, а сам, нет-нет, да из немецкого-то платья да в Сибирку с дутыми сапогами оденется. — Он и песенником одевался, чтоб молчану подражать, замечает мужчина в пальто и с невозможно красными руками. — Да что это, матушка, как от вас перегарм несет? переменяет он разговор, обращаясь к женщине с громадным редикюрем в руках. — Вы бы заели чем-нибудь. — Да я, да я только за пять копеек, конфузливо отвечает та. — Все-таки нехорошо, понюхают, услышат запах и выгонят. Вот вам жареные кофеинки, заешьте скорее, уже за них поподчуете, я этот материал завсегда при себе ношу. Женщина с редикюлем начинает жевать. К ней подходит старуха с обвязанной тряпкой головой. — А полоток у вас носовой есть? — спрашивает она. — Есть. — Ну так подвяжите скорее щеку. Во-первых, пол рта можно закрыть, а во-вторых, подвязанным он иногда и по два целковых дает. Да внятно не разговаривайте. — Благодарю вас, — отвечает женщина, подвязываясь. — Вы, должно быть, часто ходите. Скажите, любит он слезные прошения? — спрашивает она советчицу. — У меня такое письмо есть, где сказано, будучи обремененная на краю гроба семью младенцами и разбитым параличом мужем, лежащим на адре смерти. Отлично расписано. — Не надо, не надо! Рассердится! Не любит писем читать, потому без очков-то он не очень, а в очках и еще того хуже. Если заплакать можете, заплачьте. Появляется опять артельщик. — Скоро! — снова спрашивают его. — Сюртук одели, и повару обед заказывают, — отвечает тот. — Вы тоже не очень рассчитываете. У нас и так бывает. Доложат ему комардин или старший артельщик, а он сейчас. Гони всех в шею! — Уже в шею! Посмотрел бы я, кто мне в шею дал! — сверкает глазами отставной военный. — А знаете, это бывает иногда очень выгодно, — замечает пальто с красными руками. — Пришел я к жиду в Троицкий переулок. Тоже по-целковому дает. Сказал несколько поперечных слов швейцару, тот меня и мазни, да так, что до крови. — Стой, думаю. Расковырял себе нос, да в этом-то окровавленном виде предстал перед ним у подъезда. Так, мол, и так, вот какую неприятность ваш черединец мне сделал. И что ж вы думаете, десять целковых дал? — Да. Так-то это так, а все-таки, протягивает пальто, господа, сложимтесь по гривеннику и дадим тебе артельщик хоть целковый, чтоб об нас как следует доложил, предлагает он компании. Мы это в других местах деловали. — Ну вот, стоит хамов баловать, возражает отставной военный. — На десять-то копеек я в лучшую согреюсь. — Позвольте, господа, останавливает чиновник, я натуру их купеческого превосходительства отлично знаю. Прежде всего нам следует вот этого рабочего удалить, что на костыле. Я уж бывал тут и видел. Сам смерть не любит, ежели к нему рабочие лезут, ежели которые на его работах повреждения себе получили. Сунется первый и всю обедню испортит, и нам вместо рубля полтина. Дадим тебе ему отступного. За дверью в конторе послышались шаги. Из конторы выскочил артельщик. — Сам идет! — крикнул он и, распахнув дверь, остановился у косяка. Просители начали оправляться, кашлять, сморкаться. Женщина с детьми дала мальчишке и девчонке по подзатыльнику. Все встали. Вскоре на пороге появилась жирная фигура самого. На сей раз он был в длиннополом сюртуке, в глянцевых сапогах бутылками, в белом галстуке и с орденами на шее. На тучном чреве его колыхалась массивная цепь из золотых железнодорожных жетонов. Выйдя на середину комнаты, он упер руки в бока. — Ох, нищие братья все, за подаянием пришли. А мы, поди ж ты, какая неудача, сами семерых сбирать послали, — сказал и улыбнулся во всю ширину лица. — Ну, подходите по очереди, — добавил он. — Может, и наскребем по карманам десятка рублей. Что с вами делать? Просители ринулись к нему.